Всем привет! В сегодняшнем видеоролике мы попытаемся найти с вами самые выгодные и дешевые фьюзы, но перед этим я бы хотел устроить конкурс. Значит хочу разыграть вот такого питомца. Это самый сильный питомец на данный момент в игре. Выглядит он вот так вот. В принципе довольно прикольно. Урон у него 72Т, но 72,7. Это получается триллионы. Но в чем плюс этого питомца? У него есть еще чар на Стрэндж 4. Плюс 70% дамага. То есть вот этот питомец по факту не 72,7 урона будет наносить, а намного больше. Чтобы участвовать в конкурсе, для этого вам всего лишь нужно поставить лайк на этот видеоролик, написать любой комментарий. Чем больше комментариев, тем больше шанс будет выиграть. И естественно подписаться на канал. В принципе условия довольно легкие. Питомец самый крутой, сами знаете. Так что всем желаю удачи. Так, ну а теперь давайте приступим к фьюзам. Значит пехаемся в локацию бич. Давайте я питомца сниму, чтобы не мешал. И идем в фьюз машину. Так, сразу покажу то, что вот из этих трех питомцев можно сделать самую сильную лего. Это конечно же не самый сильный легендарный питомец. То есть не самый сильный питомец в игре, но зато самый сильный легендарный. А вот такой у него урон. Еще можно сделать из него дарк материю. Ну как видите, вот этот фьюз работает. Нужно вот три таких питомца. Это у нас эпики с последнего яйца. Так, иногда ошибка вылетает, но ничего страшного. Вот, как видите, все сработало. Отлично. Так, теперь давайте попробуем объединить шесть вот таких питомцев. Так, и мне выпал радужный эпик. Окей. Давайте попробуем тогда восемь. Из восьми, мне кажется, точно лего должна упасть. Давайте посмотрим. Так, почему-то не получилось. Опять выбираем восемь штук. Что-то не получается. Странно. По идее, должно работать. Так, хорошо, ладно. Раз не получается, давайте тогда из семи попробуем. Из семи тоже не получается. Ну-ка, еще раз. Странная, конечно, система здесь, но ладно. Последний раз восемь питомцев не работает. Короче, получается шесть можно объединить, а шесть, то есть семь и восемь уже почему-то не дает. Мне даже сейчас шесть не дает объединить. Очень странно, конечно. Вот, все получилось. Отлично. Но, как видите, получается, из таких выпадает, из шести вот таких акселотлей. А, выпадает вот такой получается эпик радужный. Давайте шесть радужных эпиков объединим. Так, еще раз. Довольно много ошибок кидает. По идее, не должно быть такого. Все, отлично получилось. И давайте последний разок попробуем, получается, восемь таких питомцев объединить. Опять не получилось. Хорошо. А если, допустим, мы четыре объединим? Ага, то есть, смотрите, из четырех вот таких питомцев нам выпадает радужный эпик. То есть, все-таки выгоднее объединять четыре штуки, а не шесть. А, понял, почему он выпадает. Короче, теперь тут, как я понял, шанс 50 на 50 из четырех питомцев. А, вам выпадет либо вот такой радужный эпик, либо вот такой золотой питомец. Это, получается, у нас золотая лего. Угу. Так, хорошо, тогда давайте пять сделаем. Ну, вот пять, мне кажется, уже 100% будет радужный эпик. Отлично. Так, еще раз пять объединяем. Питомцев, кстати, у меня много, так что, в принципе, все проверить сможем с вами. Короче, получается, из пяти питомцев тоже не 100% выпадает радужный эпик. Потому что мне сейчас выпала вот такая лего. Она, естественно, слабее. И ее можно захьюзить вместе вот с этим радужным эпиком. В принципе, сейчас мы это с вами попробуем. Так, давайте последний раз шесть штук объединим. Все, короче, мы с вами, получается, убедились то, что из шести вот таких питомцев, получается, выпадает радужный эпик. Окей. Берем, значит, два вот таких питомца и объединяем с лего. Смотрим, что выпадет. Отлично. Выпала лего, которая нам нужна. Все четко. Ну, и последний разок. Восемь штук объединяем. Может быть, заработало. Нет, не работает. Ну, короче, получается, из трех вот таких радужных эпиков нам 100% выпадает радужное лего. Самое сильное. И из шести вот таких питомцев нам 100% выпадает радужный эпик. Отлично. Так, идем дальше. Давайте теперь попробуем из шести вот таких питомцев посмотреть, что нам выпадет. Ага, не выпало лего. Давайте восемь штук объединим. Я надеюсь, мне хватит. Ну, мало осталось. Ладно, в принципе. Так, походу, тут тоже не работает. Опять ошибку кидает. Давайте еще разок попробуем. Ну, и последний, финальный. Тоже не работает. Ну, короче, получается, вот этих старых питомцев с прошлого обновления можно тоже фьюзить только шесть штук. Ну, из них, получается, уже выпадает не радужный эпик, а радужный лего, который слабее. Давайте еще раз объединим шесть. Сейчас получается вообще золотая лего выпала. Ну, ладно, в принципе, это не проблема. Теперь давайте попробуем объединить вот три таких золотых лего и посмотрим, что нам выпадет. Так, почему-то не получается. Еще раз. Ну, походу, как я понял, у нас не получится. Скорее всего, четыре штуки надо. Ладно, в принципе, сейчас мы их нафармим. Так, давайте теперь попробуем вот из этих питомцев сделать радужную лего. Давайте сразу возьмем 12 штук и посмотрим, что нам выпадет. Так, смотрим. И нам, получается, выпал радужный эпик. Окей, давайте 10 штук попробуем. Посмотрим, что нам выпадет. Так. Опять радужный эпик выпал. Окей, тогда давайте попробуем теперь этих 10 штук, а потом 12. Тут тоже радужный эпик выпадает, как видите. Теперь пробуем 12 штук. Я надеюсь, мне хватит. Питомцев, в принципе, довольно много выбивал. Ага, а сейчас получается из 12 вот таких питомцев выпала золотая лего. В принципе, разницы особо нету, но выгоднее всего объединять 10 питомцев. Потому что из 10, как вы видите, падает, получается, радужный эпик. И из этого эпика, уже из 3 эпиков, можно сделать самую сильную радужную лего. И тем самым вы еще экономите, получается, 2 питомца. В принципе, круто. Как видите, получается шанс 100% на выпадение радужного эпика. Давайте 10 штук в последний раз объединим этих. Все отлично, все четко. И теперь давайте еще возьмем старых питомцев из прошлого обновления. Радужных. Тут сразу, я думаю, штук 12 можно объединять. Потому что они по урону слабее. Так, смотрим, что нам выпадет. Кинуло ошибку. Еще раз пробуем. По идее, сейчас должно получиться. Так, смотрим. Опять ошибка. Странно. По идее, должно работать. Тоже не работает. Окей, хорошо. Давайте тогда 10 штук попробуем. Может быть, из 10 что-то получится. Так, из 10 у нас получается вот такой какой-то питомец выпал. Где у нас тут? Ага. Это получается... ...радужный рарный питомец. Окей. Давайте в последний финальный раз 12 штук пробуем объединить. Может быть, получится, может быть, нет. Нет, не получается. Ну, короче, получается, этих можно только объединять 10 штук. И выпадет вам, получается, радужный рарный питомец. Окей. Давайте сейчас тогда еще в последний финальный раз объединим 10 штук. Посмотрим, что выпадет. Да, короче, 100% выпадает этот питомец. Окей. Так, я надеюсь, у меня собралось 4 золотых питомца. Да, отлично, я уже вижу. И пробуем их объединить. Отлично, все получилось. Получается, из 4 золотых легендарных питомца выпадает нам радужный питомец, который самый сильный. В принципе, вроде бы на этом все. Давайте попробуем вот такой фьюз сделать. Посмотрим, что выпадет. Выпал опять лего, самое сильное. Все четко. В принципе, вот такие фьюзы, короче, у нас сегодня получились. Я думаю, все фьюзы показал, которые нужны были. И из каких можно сделать, получается, самую сильную радужную лего. Я думаю, вы все увидели. А если что, видео в любой момент, естественно, можете пересмотреть. Фьюзы, в принципе, довольно выгодные и довольно крутые, я думаю. Показал на довольно большом количестве питомцев. Попробовали разные схемы объединения. И, как видите, в основном все схемы работают. Вы в итоге получите легендарного питомца, самого сильного. Даже если будете объединять самых фиговых питомцев. В принципе, у меня на этом все. Участвуйте в конкурсе. Питомец, напомню, то, что довольно крутой. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Айзбан. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. И пока.